Идея предложена актером и композитором Тимуром Ведерниковым. Он же стал продюсером этой компании. Песни были выбраны после опроса во всех городах участников проекта. Именно этой десятке были отданы предпочтения. Творческие коллективы выбирались на конкурсной основе. И вот теперь передвижная звукозаписывающая студия переезжает из города в город и записывает калейдоскоп из песен и исполнителей. Проект заключается в том, что есть много интересных, хороших музыкантов, певцов, инструменталистов и так далее. И им для того, чтобы записать какую-нибудь песню, нужно прийти в студию. А есть идея наоборот, когда студия, вот она такая небольшая переносная студия, приезжает к музыкантам в разных уголках нашей страны и мы их записываем. То есть каждый играет какой-то кусочек и потом из этих кусочков создается такая мозаика песни. И вот мы сейчас ездим по городам Росатома и делаем такой проект «10 песен Росатома», где в каждой песне будут принимать участие коллективы, исполнители, музыканты, инструменталисты из 17 городов присутствия Росатома. Задача просто сделать мир немножечко веселее, красивее и музыкальнее с помощью этих песен. Потому что, еще раз повторю, все музыканты, которые там принимают участие, они абсолютно искренние, кто-то профессиональные, кто-то не очень. Но он вкладывает частичку своей души, своего сердца. Поэтому эти песни, они получаются такими, как бы в них очень много-много разных-разных эмоций всех этих людей. И, собственно, задача показать там с помощью интернета, с помощью просмотра в интернете, что Росатом в данный момент, как бы, да, раз мы работаем вместе, это прежде всего люди. Со своими радостями, проблемами, как угодно, но это прежде всего люди. После завершения проекта музыкальный калейдоскоп «10 атомных песен» на просторах интернета будет знакомить мир с талантами жителей атомных городов России.